Музыка Один из мужчин на земле водитель маршрутного автобуса из Владивостока, второй его брат. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали шофера после того, как он протаранил поочередно пять машин и затем попытался скрыться. Мы прибежали, задержали водителя, пристегнули его наручниками к барапету, чтобы держать его. Брат его уж не прибежал, накинулся, подопровал форму, оказал сопротивление сотрудникам милиции при исполнении служебных обязанностей. Уже после задержания стали известны подробности аварии. Сначала автобус ударил два автомобиля. Первым на его пути оказался джип Ниссан. Ударил сначала заднюю часть автомобиля, потом переднюю боковую дверь автомобиля. Я успел только вот так вот к машине прижаться, он чуть меня не переехал. И поехал дальше, не останавливаясь. Через секунду автобус покасательный ударил джип Митсубиси. Внедорожник отбросило к обочине. Не останавливаясь, нарушитель поехал дальше и свернул на перпендикулярную улицу. За ним в погоню бросились очевидцы происшествия. По пути автобус задел еще два автомобиля. Ну и не открывая дверь, встали вроде, ну с мальчишкой, как дверь выбили, подбежал вот, вот, ну, милиционер подбежал, вроде дверь выломали, открыл, вышел. Примерно через полминуты на месте появились сотрудники ППС. В момент аварии в салоне автобуса пассажиров не было. Никто из людей в ДТП не пострадал. Пока точных объяснений поведению водителя автобуса нет. По словам представителей фирмы-перевозчика, перед выходом на линию автобус был исправен. Каждый автобус при выходе на линию проходит технический осмотр механиками по выпуску. И водитель также проходит медицинское освидетельство на алкогольное опьянение и на самочувствие. То есть проверяют и давление, и все. То есть медики сказали, что с ним было все в порядке. Так что же произошло? Автобус исправен, водитель трезв. Не исключено, что у шофера сдали нервы после первой аварии. Скрываясь от инспекторов, он натворил еще больше бед. Нарушителя и его брата Драчуна доставили в отделение милиции. Субтитры создавал DimaTorzok